Андрей Стребеш и Елена Манулова У меня два высших образования. Первое мое высшее образование – это психология в Курском государственном университете. Я психолог, преподаватель психологии. Второе высшее – это уже экономическое образование, менеджмент организации. Я учился на юриста, также в Курском государственном университете. Все же танцы – это страсть. Андрей и Елена видят себя только в этом. Увлечение занимает их полностью, непосредственно влияя на жизненный уклад. Приходится много путешествовать. Все из-за того, что показательным выступлением танцоры предпочитают условия здоровой конкуренции. Это спорт, а спорт без конкуренции просто невозможен. Так как это спортивные и бальные танцы, то основная составляющая – это турниры, соревнования и постоянные выезды на какие-то серьезные международные соревнования. Серебряные призеры Кубка Европы, победители международных турниров Тилберг Мувис в Нидерландах, Френч Опен во Франции, Белгрейд Опен в Сербии – это далеко не полный список достижений танцоров. Они выбирают только соревнования высокого уровня. Берут в расчет состав участников и статус мероприятия. Профессиональную карьеру, тем не менее, танцоры начали недавно. На Кубке мира по латиноамериканским танцам Eurodance Cup. Для нас это был дебют. Это первое наше соревнование среди профессионалов. И в нашей карьере это сейчас самый громкий результат. Мы попали в финал и заняли пятое место. К тренировкам Андрея и Елена относятся крайне серьезно. Практиковаться они стараются каждый день и минимум по два часа. Продолжительность зависит исключительно от выполнения поставленных задач. Танцоры уверяют, что занятия помогают даже во время простуды. Еще в детстве их учили сбивать температуру усердными тренировками. К наставникам спортсмены вообще относятся крайне серьезно. А потому работают с давно сложившейся командой. Хореографию мы ставим, ездим в Москву. Есть определенная команда педагогов, с которой мы сотрудничаем, работаем. Да, это и российские педагоги, это и иностранные педагоги. Андрей и Елена вместе на тренировках и турнирах. Это занимает большую часть их жизни, но не всю жизнь. В один момент они поняли, что этого времени для общения им мало. Мы это поняли, наверное, года полтора спустя, после того, как стали в пару. Ну, честно говоря, у нас, наверное, все-таки друг другу симпатия возникла, можно сказать, сразу, с первого взгляда. Но тренер сразу предупредил нас о том, что отношения в паре будут мешать тренировочному процессу. Поэтому, ну, скажем так, порекомендовало нам воздержаться. Ну, получается, желание пересилило. Вот. И в итоге мы стали вместе встречаться. В 2013 году Андрей и Елена поженились. Они считают, что каждый танец должен быть самодостаточной, законченной историей. А потому личное советуют оставлять за пределами паркета. И, тем не менее, признают, что это не всегда получается. Для этих случаев они вывели формулу того, как можно наладить тренировочный процесс. Если, допустим, какой-то конфликт произошел, ну, скажем так, вне паркета, и это сидит внутри, то лучше всего начать, наверное, с посадобля, чтобы это, наверное, выплеснуть. Потому что посадобль как раз вот характеризует именно такие отношения между мужчиной и женщиной. То есть они вроде как и не сильно эмоциональные, такие сдержанные эмоции должны быть. Ну, вот как раз они и отражают, наверное, такую жизненную ситуацию. Супруги тренируют юных танцоров, но своих детей заводить пока не планируют. Жизненный ритм героев таков, что они практически не бывают дома. Дома бываем действительно очень малое количество времени. Даже если это турниры там где-то за границей, мы еще, бывает, там берем один-два дня, чтобы просто погулять и насладиться вот атмосферой, которая присуща каждой стране. Для того, чтобы справляться со сложным графиком, отдых все же необходим. Андрей и Елена это отлично понимают. Мы любим встречаться с друзьями, когда у нас есть свободное время. Мы иногда ходим в баню, да, потому что после тяжелой недели, после активных тренировок, это очень хорошо для мышц, для здоровья. Иногда, если получается, мы ходим в кино. А иногда просто приходим домой, посмотрим какой-нибудь фильм. И все. И спать. И новый день. Свою жизнь герою иронично называют днем сурка-танцора. Ничего страшного в таком положении вещей спортсмены не видят. Наверное, именно поэтому зрители всегда радует их самоотдача, которая не может не подкупать. Субтитры создавал DimaTorzok